День российской печати отмечается 13 января. В эту дату в 1703 году начала работу первая регулярная газета «Ведомости». Редактором был сам Пётр I. В Приморском крае в преддверии праздника губернатор встретился с представителями медиасферы в неформальной обстановке. В преддверии праздника, Дня журналистики, нам собираться вместе обсуждать те основные направления в нашей политической, экономической, социальной жизни края, что предстоит нам сделать в текущем году, что было сделано, насколько это сказалось благополучно или менее благополучно на ситуации в экономике, в социальной сфере жизни наших приморцев. Пресс-завтрак с губернатором – давняя традиция Приморья. На встрече общение проходило в формате диалога. Журналисты задавали вопросы, а Олег Кожемяка с удовольствием на них отвечал. Так стало известно, на какой стадии сейчас находится проект «Лёгкого метро». Сейчас задача стоит на тех станциях, которые у нас будут приняты как узловые, как остановочные, создание парковок, где человек, купивший билет, может бесплатно ставить свою машину. С тем, чтобы эти парковки позволяли людям, скажем, там, ну, сесть на садгороде, там, или на океанской, вот, выезжая на машине, вот, не попадая в город автомобильным транспортом, оставляя ее на этой парковке, вот, ну, он там живет где-то там на участке, куда автобус может не ходить. Глава края рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры, которая позволила бы снизить аварии на сетях, о жалобах жителей на общественный транспорт и способах решения проблем. Также на пресс-завтраке поднялась волнующая тема всех горожан – Некрасовский путепровод. Там так разыграли контракт, вот, без учета того, что насколько компания способна, не способна, значит, это сделать, что это стало таким, ну, действительно, посмешищем. Я думаю, что впредь городские власти это учтут, вот, и мы сами со своей стороны тоже возьмем под контроль, поэтому для нас тоже этот такой показательный урок, ну, и с городом мы тоже провели эту работу с тем, чтобы такие контракты, они все-таки обсуждались гораздо более глубже и подбор компаний, и самотехнологическая проработка. Стало известно, что в Примории планируют развивать железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение Северной Кореи. Также Олег Кожемяка напомнил, что сейчас идет организация первого авиарейса на туристический горнолыжный курорт. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.